Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. И ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Статья 24. Сбор, хранение и использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Цель нашего мероприятия это выступить в защиту 23 и 24 статьи Конституции, в защиту интернета, против интернет-цензуры и интернет-слежки и против так называемого пакета Яровой. Напомним, 20 июля в России вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов. Часть пакета Яровой посвящена интернету. С 2018 года операторы связи, интернет-провайдеры будут обязаны хранить в течение полугода весь контент, отправляемый пользователями, то есть содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию. В течение трех лет они также обязаны хранить сведения о переданных данных. Поправки в антитеррористический пакет обязывают организаторов распространения информации в сети интернет декодировать все зашифрованные сообщения пользователей. За отказ передать спецслужбам ключи к зашифрованному трафику интернет-компаниям грозит штраф до 1 миллиона рублей. Это автоматически надела на людей, просто огромный пакет, который заставляет людей во в чем-то себя ограничивать. Многие говорят, что поднимут цены на тарифную связь в два-три раза. Люди будут в себе в чем-то говорить нет, интернет нет, телефон нет. То есть это большая проблема не только для меня, но и для всего нашего народа. Акции протеста прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Кургане и других городах. В Москве и Санкт-Петербурге митинги не согласовали городские власти. Однако в северной столице на несанкционированный пикет вышли около 200 человек. А так митинг прошел в Казани. Участники пришли с плакатами. Тариф яровой, говори меньше, плати больше. Мы не хотим платить за информационный ГУЛАГ. Мы обратились к эксперту, директору компании Уфанет Искандару Бахтиярову. Ну, я вообще в шоке от этого закона. Почему? Потому что мы посчитали свои затраты, и по ним только на оборудование мы должны потратить 1 миллиард 600 миллионов. Но это самое дешевое оборудование. Использование так называемых архивных дисков. То есть которые один раз записал и практически, ну, очень редко считываешь. Которые при активном использовании, ну, в общем-то, будут выходить из строя. Если будет так называемое российское сертифицированное оборудование, я думаю, цена взрастет примерно в два раза. То есть где-то до трех миллиардов. Плюс еще дата-центр. Где-то нам нужно на это все 700 квадратных метров. Если 1 миллион на квадратный метр, то это получается где-то 700 миллионов. На одно электропитание нужно будет 8 миллионов рублей в месяц. Это где-то 3 мегаватта. Это электропитание небольшого квартала жилого. То есть не факт, что мы его найдем в том месте, где нам нужно. И плюс вот 3-4 миллиарда. Для нас это очень большие деньги. Вот у нас годовой оборот где-то 2,5 миллиарда. Налогов мы платим где-то 800 миллионов. Зарплаты в районе миллиарда. Все остальное это плата за каналы, арендная плата, всякие расходы и туда же прибыль. Если мы будем тратить на это 4 миллиарда, допустим, непонятно из каких денег мы возьмем. То есть мы налоги должны платить, зарплату должны платить. Мы, конечно, можем взять эти деньги в кредит и оказаться в кредитной яме и разориться в конце концов. Другие операторы тоже находятся в тяжелых раздумьях. Но большинство операторов, конечно, надеются на то, что этот закон отменят. Потому что им кажется, что этот закон такой настолько невозможно выполнить, что здравый смысл победит. Я думаю, что 100% его выполнить нельзя, но в какой-то части, допустим, одну шестую, одну десятую, возможно, его будут пытаться заставить сделать. Но даже если одну десятую мы будем делать, это гигантские деньги и гигантские затраты. Вообще оцениваются экспертами затраты где-то в несколько триллионов рублей. Я говорю, несколько триллионов рублей, потому что я могу оценить минимальное оборудование, я еще не могу оценить программное обеспечение, которое нужно. То есть я вообще в своих расчетах его не принимал. Яровая говорит про операторов связи, что пусть они докажут, что затраты будут такие. Мне вот эта позиция не очень нравится. Почему? Почему? Закон приняли, совершенно не оценили, какой удар по экономике страны он нанесет, а потом требуют, что вот вы докажите, да? То есть если, я так понимаю, если закон приняли, даже если кто-то будет пытаться доказывать, его никто слушать не будет, это уже все. Потом, как должна быть процедура доказательств? То есть надо собрать провайдеров в один зал, допустим, несколько тысяч провайдеров, они там со своими расчетами подходят, комиссия, они доказывают свои расчеты. Но это такая вот достаточно одиозная ситуация. Ну, по идее-то я готов участвовать в таком процессе, и желательно его сделать публичным. Сидит Яровая, мы подходим к ней, говорим, что вот мои расчеты, вот здесь ошибка. Нет, это не ошибка, там туда-сюда. Да. Пожалуйста, очень увлекательный процесс. Но мне кажется, что все-таки даже я в этих расчетах, ну, лучше разбираюсь, чем депутат Яровая, потому что все-таки 20 лет я работаю в компании, которая занималась интернетом, нужен диалог между участниками. К сожалению, диалога нет. Решение принимается без учета мнений тех людей, которые, собственно говоря, этим и занимаются, то есть нас. На сайте Российской общественной инициативы открыто голосование за отмену закона Яровой. Чтобы инициатива была передана на рассмотрение правительства, она должна собрать не менее 100 тысяч голосов. В настоящее время за отмену закона проголосовало практически 85 тысяч человек. По интернету передается гигантский объем информации. И боюсь, что это даже не… вот информация, которую передают террористы, это даже не иголка с тагу сена, это, ну, одна миллионная иголка. И чем больше информации, тем сложнее ее найти. То есть искать надо не в этом объеме, искать надо целенаправленно у конкретных людей, что, собственно говоря, существующий СОРМ и делает. То есть существующий СОРМ, он уже есть, он достаточно эффективный, и, на мой взгляд, он покрывает все необходимые задачи. Вот это предложенное решение, оно вообще, с моей точки зрения, инженера, оно вообще неразумно. То есть каждый оператор хранит у себя эту информацию. То есть если от меня абонент Сидоров переслал другому оператору информацию, допустим, Петрову, я храню у себя, и тот оператор хранит у себя. Если же мой абонент переслал, допустим, миллиону операторов информацию, то я вот миллион копий этой информации храню у себя, и эти несчастные операторы тоже у себя хранят. Если подойти к вопросу как инженер, я могу сказать, что эту систему надо делать централизованной. Информация должна храниться в одном месте и один раз. То есть не надо хранить миллион копий одного и того же. Ну и плюс надо фильтровать, то есть зачем хранить фильмы, хоккейные матчи и так далее. Возможность России вырваться из сырьевого придатка Запада и Китая – это информационные технологии. И вот этим законом мы убиваем наш Яндекс, наш Майл.ру, ВКонтакте и так далее. То есть эти инженеры, которые работают, они не пропадут, они уедут на Запад, их там с руками или в Китай их с руками ногами оторвут, дадут зарплату в 10 раз больше, чем они получают у нас. Если мы будем принимать, по моему мнению, такие законы, если мы не будем ценить наших специалистов, которые, в общем-то, что-то понимают, то у нас экономика будет деградировать. Алина Гребешкова, Сергей Ямаев, Павел Сагитов, Городской телеканал ЮТВ.